Из-за общенационального карантина поминальные дни на кладбище прошли за закрытыми воротами. Людей там было немного, но их все же пускали. Полицейские проводили обход территории, разъясняли прохожим правила карантина и разгоняли продавцов цветов. На втором христианском кладбище, на водопроводной, им, например, пришлось разместиться с противоположной стороны дороги. В эти выходные по всем кладбищам ворота и эти калитки были закрыты, были установлены необходимые знаки и информационные таблички о переносе. И также везде дежурили наряды этой полиции и наши муниципальные ворота. Остановки по общественному транспорту тоже были перенесены, поэтому за выходные никаких эксцессов не было. Все было достаточно, это спокойно, люди относились с пониманием. Воздержаться от посещения кладбищ во время карантина советуют и в одесских православных храмах. По традиции празднование радоницы приходится на девятый день после Пасхи. Девятый день после праздника Пасхи, после Светлого Христового Воскресения называется в церкви Радоница. Слово Радоница – это древнее славянское слово наших дальних предков, которое означает не что иное, как радость, радование. И вот этот день, он имеет особый смысл, особое наполнение в церкви. Это тот день, в который мы делимся радостью о воскресшем Христе с нашими усопшими сродниками, родителями, ближними, те, которые уже ушли в мир иной. И вот согласно устава церкви, именно этот вторник, второй недели после Пасхи является первым днем, в который возможно поминовение усопших. Еще с советских времен поминальные дни привыкли отмечать в первые выходные после Пасхи, но эта традиция является не совсем корректной с точки зрения православной церкви. Это связано с тем, что храмы в то время были закрыты. Это не совсем верная, некорректная традиция. Нужно на кладбище прийти, но только после того, как ты помолился в храме Божием. Нужно убрать могилку, но не в воскресный день. Для этого нужно соизмерять свое время, конечно же, выбирать, посвящать время уборке могилки. Не выкраивать его, а действительно именно посвящать вот это время. Поэтому в нынешнем году, в условиях карантина, который действует на территории нашей страны, я хочу сказать, что вот эти ограничения, они в каком-то смысле даже способствуют исполнению вот этого уставного поминовения усопших в храме Господнем. Потому что, насколько известно, доступ на кладбище в какой-то степени ограничен будет. Рекомендации с просьбой ограничить посещение кладбищ и перенести их на Троицкую субботу указаны и на входе на второе христианское кладбище. При этом само кладбище открыто, людей пускают. Большого количества людей мы здесь не заметили, но они все же есть. Приходить или нет, в поминальные дни на кладбище право выбора оставили самим горожанам. Большинство воздержались, кто-то все же осмелился. Люди боятся идти, боятся. Просто, ну, такое положение, поэтому все понимают. И поэтому, если нас призывают, стараемся придерживаться. Болеть же никому не хочется. Ну, приходят, ну, очень мало. Притом, один-два человека не ходят горбой. То есть соблюдают правила? Соблюдают. Все в масках. Ходят все в масках. Иногда даже собаки надевают маску. Я считаю, что переносить не надо ничего. А зачем переносить? Как обычно. Не так уж много народу, чтобы это же не толпа. Каждый на своей могилке. И тем более все соблюдено в масках. Правила безопасности. Официальные поминальные дни в Одессе, когда люди массово могут собираться на кладбищах, пока перенесли на Троицкую субботу, день всеобщего поминовения усопших. Есть вероятность, что к этому времени карантинные запреты в Украине будут ослаблены. А пока отметить Радоницу можно, например, в храме Святой Татьяны на 4-й станции Фонтана. Там богослужение состоится на улице и с учетом всех мер безопасности. Дмитрий Богомолов, Константин Ищерет, телеканал Репортер.